Игорь Николаев смотрит на всех нас и смеется. И у него на это 5 причин. Первая причина — это извинение Тарзана за измену. «Я мужик, а бог тебя покарает», — говорит Сергей Глушко. Плюс Тарзан грозит подать на всех в суд, если видео, порочащее его честь, не удалят из интернета. Но, как известно, то, что попадает в интернет, остается там навсегда. Ира Голдман или Верри Иры. 980 тысяч подписчиков. Это бывший редактор Инстаграма Космополитен и подруга Сергея Косенко. В сторис рассказывают, что проверяют ошибки в работах учеников своих курсов. Студенты сдают мне работы 2 раза в неделю, пишет Ира. Сдают. Понятно, что ничего сама Ира не проверяет. 100% она наняла для этого учителей русского языка из глубинки. А сама продолжает ежедневно поражать нас своей грамотностью. Всем привет! Сегодняшний ролик можно характеризовать строчкой из песни «Я его слепила» из того, что было. Пишите в комментариях, эти новости вообще вам интересны или пора менять источники информации. Я, наконец, дочитал книги, поэтому следующее видео будет про две книги и один блогерский гайд. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Певец и актер Netflix Алексей Воробьев был замечен на совместном отдыхе с Инстаграм-врачом Натальей Зубаревой в одном из отелей Калифорнии. Затем паблике облетела новость. Алексей Воробьев и Наталья Зубарева тайно поженились в Лас-Вегасе. Про Наталью Зубареву мы уже говорили. 3-4 миллиона подписчиков, Инстаграм-врач, который лечит людей от синдрома дырявого кишечника. Алексей Воробьев давно знаком с Зубаревой, еще на ее выступлении в Крокусе пел. Интересно, что Зубареву и Воробьева объединяют не только постановочные фотосессии у бассейна, но и общий продюсер. Катерина фон Гечменвальдек, которая привезла в Россию мюзикл Notre Dame de Paris. Уже много лет продюсирует и Воробьева, и Зубареву. Считается, что Гечменвальдек открыла для России мюзиклы, как открыла, так и закрыла. Продюсировать Инстаграм-врачей оказалось намного прибыльнее мюзиклов. И вот у Гечменвальдек есть певец, который был популярным 5 лет назад. Есть Инстаграм-врач Зубарева, которая не так давно развелась. Можно на время сделать их парой. Чем на жизнь зарабатывает Алексей Воробьев, до конца неизвестно. Если искать в Телеграме, то можно найти слухи, вплоть до того, что его спонсирует князь Монако. В общем, такую информацию лучше не искать. Вы видите на этом фото у Воробьева бороду? А она есть. А если Зубаревой так не хватает пиара, что даже пришлось придумать фейковую свадьбу, можно было поступить намного проще. Создать дом тиктокеров, позвать туда Екатерину Деденко, доктора Фила, назвать это все в Маркобес Хаус. Я бы такое даже смотрел. Елена Малышева произвела сразу два инфоповода за очень короткое время. Сначала она рассказала, что богатые россияне уезжают на лечение за границу не из-за качества российской медицины, а чтобы освободить койки для простых россиян. Дома, видимо, тоже покупают за границей, чтобы россиянам доставались места в прекрасных квартирах. А затем Екатерина Деденко показала в сторис, что Малышева пригласила ее к себе на передачу в выпуск про лекарства. Учитывая, что Екатерина практически не работала по специальности, то что-то рассказать из своего опыта она нам не сможет. В лучшем случае она нам перескажет что-то из Википедии, но это мы могли и сами почитать. При условии, что к Малышевой на программу часто приходят разные фрики, а еще Елена любит одевать своих гостей в неожиданные наряды, может оказаться, что для Деденко приготовили костюм хламидомонады или эхинококоса. И ей такое сотрудничество на пользу точно не пойдет. Хотя для хайпа сгодится все. Доктор Мракобес, он же доктор Фил, 248 тысяч подписчиков, решил показать, что в Инстаграме можно зарабатывать. Позвал ученика Матвея Северянина Диму и девушку Юлю, которая вообще не разбирается в удаленной работе. Решил за 14 дней помочь Юле заработать 35 тысяч рублей на профессии администратора Инстаграм-профиля. И началось волшебство. Юля нашла первого клиента, который перевел ей предоплату на карту без брифа. А после заполнения брифа скинул вторую часть, не дожидаясь выполнения работы. Затем внезапно нашелся второй клиент, который перевел Юле 20 тысяч рублей предоплаты. Я напомню, Юля три дня назад не знала, что такое Инстаграм. В итоге доктор Фил решил, что курсу по Инстаграму быть. Мне кажется, такой прогрев был у бороды лайф. Да и у всех авитологов точно такие прогревы. И еще пару слов по доктору Филу. Как же быстро деградирует врач, который посчитал себя самым умным, ушел в Инстаграм и стал продавать свои аптечки с ошибками. Сегодня как-то очень много говорим про тему здоровья. Почему бы это? Ни к чему. В начале сентября стало известно, что блогерская пара Любятенко и Игорь Оськин распалась. Брак продлился один год, но вместе они были почти 7 лет. Инициатором развода стала сама Люба. Сейчас бывший муж и жена начали в сторис выяснять отношения. Игорь показывает, что контент Любятинки раньше был лучше. Опровергает статью, что Любятенко еще в браке якобы узнала про измены мужа. При этом Игорь показывает скрины, что еще до развода сама Любятенко флиртовала с Романом Штайном. А когда объявила о разводе с Игорем, то сразу уехала с Романом в Турцию. Подписчики пишут Игорю, что новый друг Любятинки аферист. Это какой-то детский сад. Видимо, эффект Джигана Самойлова и оказался очень заразительным. Александра Митровшина, 2,7 миллионов подписчиков. Для рекламы Инсталогии собирала информацию о заработках у некрупных блогеров. Около 3000 блогеров заполнили гугл-форуму. В итоге Митровшина выложила эту информацию в своем телеграм-канале, как подтверждение того, что некрупные блогеры тоже могут зарабатывать. Неведомыми путями список с заработками блогеров попал в налоговую. Налоговая в письме пишет, что приняли к сведению и учтут данные о заработках Инстаграм-блогеров при проведении мероприятий налогового контроля. Думаю, те, кто писал про заработки в 3 миллиона в месяц, напряглись. Но нужно всегда помнить, что блогеры очень любят врать. И там может оказаться не 3 миллиона рублей, а 3000 в лучшем случае. А я вам хочу посоветовать не заполнять никаких анкет. И так персональные данные постоянно куда-то утекают. Еще не хватало нам самим этому помогать. Скандал с комментаута, о котором мы говорили в прошлом ролике, очень быстро забылся. Вышел новый выпуск. Места ушедших рекламодателей заняли новые. Ушел Unilever, на его место пришел Philips. Никто и не заметил. Новый выпуск был с участием популярных тиктокеров Дани Милохина и Дины Саевой. Из передачи мы узнали, что тиктокеры плохо умеют читать. Я посмотрел за вас выпуск про крупнейший российский дом тиктокеров Dream Team House на канале Вписка. Владелец рекламного агентства Wild Jam Ярослав Андреев сознался, что это он создал Dream Team. Не отнекивался и не говорил, что ему этот дом тиктокеров подкинули. Правда, пока не сознался в создании еще двух домов. Ярослав рассказал, что планировал вложить в дом 20 миллионов рублей, и что по планам это должно было начать окупаться только через год. Но вложения оказались намного меньше, а дом уже окупился. На содержание Dream Team House уходит 1 миллион рублей в месяц. Что можно посмотреть на ютубе? На канале Читалочка вышел отзыв про первую книгу по тиктоку от друга доктора Филла Матвея Северянина. А это три лучших комментария из прошлых видео. Сошлись два Титана, Sunlight и Бизнес Молодость. Кто из них первым закроется? Бизнес Молодость точно не закроется. У них уже появились новые программы «Результат» и «Счастливая женщина». Тимати ушел от жены, из Black Star. Теперь жду, когда он уйдет из информационной повестки. А он все никак не уходит. На днях Тимати выпустил клип с Моргенштерном. В ролике прорекламировали алкоголь. При условии, что аудитория у Моргенштерна – это дети. Ужас, мы дно найти никак не можем. Обязательно пишите комментарии, это помогает развитию канала, а лучшие попадут в следующий выпуск новостей. Анастасия Лебедева, 1,2 миллиона подписчиков. Это та, которая громче всех кричала, что отец на ститропе абьюзер. На днях Лебедева написала, что она рассталась с мужем. По стенам микнула на абьюз со стороны мужа. Насилие – это ужасно. Я просто напомню, что Лебедева обвиняла в абьюзе и своих родителей, и родителей на ститропе, а теперь своего бывшего мужа. Муж Лебедевой считает, что Анастасия ушла от него к Виктору Аджану, тому самому мотоинструктору Виктору, бывшему парню на ститропе. Алина Маслова, 1,5 миллиона подписчиков. Недавно за деньги с гайдов купила квартиру. Без ипотек, кредитов и всей фигни. Взяла и купила, пишет Алина. Без ипотек, зато с обманом подписчиков. Алина Масла утверждает, что ее новый продукт не будет связан с инстой шпаргалками, курсами и тому подобное. В итоге выпустила шпаргалку 2.0 по бюджетным и люксовым косметическим продуктам. Суть такая, она написала список хороших бюджетных продуктов, люксовых и то, что не стоит покупать. В итоге в разделе «Плохо», то есть то, что покупать не нужно, указала помаду Catrice Liquid Metal. И добавила, не рекомендую, у помады неприятная текстура, также она нестойкая. Но проблема в том, что это не помада, как считает Маслова, а кремовые тени для век. Может поэтому у Маслова и проблемы с этой помадой? Или, например, вот этот хайлайтер? Маслова пишет, что у него нет сияния и не рекомендует его. Но у этого хайлайтера есть сияние, просто очень аккуратное. Любителям не сильного хайлайтера понравится. А если Маслова нравится вызывающий макияж, зачем писать, что этот хайлайтер не работает? Вот благодаря таким шпаргалкам Beauty Expert и купила себе квартиру. Посмотрите также вот эти видео. Надо снимать ролики, конечно, длиннее и чаще. Всем пока!